Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал AppleXpert. С вами Владимир. И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же увеличить вашу автономность на iOS 14. Это видео для тех, кто испытывает сейчас все возможные неудобства на iOS 14 с автономностью. Если ваше устройство очень быстро раздражается, греется, это создает дискомфорт и как бы в этом в целом все есть неприятно. Но решение есть. Итак, с чего нужно начать? Первое, с чего вам нужно начать, это включите энергосберегающий режим. Нам поможет уменьшить затраты энергопотребления. Это продлит вам уже на несколько часов больше жизнь вашего устройства на iOS 14. Второе, что вам нужно будет зайти, это в настройки, внимание, сотовые данные. Пуститесь ниже и здесь выставьте пункты, те, которыми приложениями вы пользуетесь, а те, которые для вас не имеют значения, отключите, чтобы у вас поменьше всего было затрат по сотовым данным. И всегда старайтесь пользоваться Wi-Fi. Wi-Fi потребляет меньше энергопотребления, чем это будут сотовые данные. Также выключайте Bluetooth, если вы не пользуетесь какими-либо другими устройствами. Дальше опускаетесь. Немного ниже, конфиденциальность системной службы. Здесь заходим в оповещение геопозиции. Здесь ничего не ставим. Убираем системные. Так, служба геолокации. Здесь также ставите на те приложения, которые вам нужно использовать именно при использовании. А в других просто отключите. Отключайте, так как это тоже потребляет энергию. Системные службы точно так же. Здесь поубирайте то, что вам не нужно. Оставьте только то, что для вас имеет значение. Все остальное убираете. Это вам абсолютно не нужно. То есть, это вам тоже сэкономит нормально времени. Опускаетесь ниже. Точно так же само по этим приложениям. Движения фитнес у вас могут быть включены. HomeKit, здоровье. Это все файлы, папки. Аналитика и улучшения. Здесь делиться аналитикой. Это не нужно. Зайдите, посмотрите. Этот постоянно делится аналитикой. Это особенно, когда у вас какая-то бета-версия. Это вам не нужно. Поэтому это нужно убирать. Улучшить диктовку Siri. Это можно оставить. Делиться аналитикой iCloud убрать. И делиться аналитикой iPhone также убрать. Это все поубирать. Это вам не нужно. Вот, в принципе, это те основные пункты, на которые нужно было обратить внимание. Все остальное не имеет значения. А также зайдите в настройки, основные обновления ПО. Здесь уберите настройки обновления. Уберите автоматическую загрузку, чтобы когда ваше устройство было подключено к Wi-Fi, либо же на шнурке, когда вы будете его заряжать, чтобы оно автоматически не накатывало обновление новой iOS. Это вам будет совсем не нужно и не кстати. Когда вы проснетесь, а ваше устройство уже обновлено новой iOS, если вы этого не желали. Это, в принципе, те самые пункты, самое важное, которое поможет вам сэкономить на том, что вам нужно будет отключить, что я показал. И все. Вы продлите жизнь как минимум на 35% вашего iPhone. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok